дальше по поводу рисков даты зачем мне там рисковать деньгами если я могу просто положить все в банк там у меня не будет процентик застрахованы 700 до 700 тысяч рублей мы должны понимать но в принципе я думаю что вот андрей хавратов об этом очень доходчиво рассказывает да то что есть разные виды инвестирования и рискованное инвестирование долгосрочное рискованное инвестирование это не приносит 3 45 процентов которые принесет там банк это приносит тысяча там сотни лицом или тысячи процентов на вложенный доллар не умичивает риск конешный потеряет поэтому совершенно 2 раза две разные философии вести инвестирование и здесь Здесь огромную роль в философии инвестора играет умение правильно оценивать проект, то есть не поддаваться на какие-то обещания или что, а просто смотреть на факты. Опять я сейчас углубился в этот вопрос. Опять же, два разных вида инвестирования. Хотите нести в банк, где процент кушает инфляция параллельно, но вы выходите в небольшом минусе. Если хотите инвестировать в венчурный проект, будьте готовы потерять, поэтому инвестируйте немного.